Мне, как и надеюсь многим, нравится поздняя осень, ранняя весна и, конечно же, зима. И не только потому, что я рожден в декабре. По всей видимости, причина этой симпатии в том, что испарение снега, льда, становится талой лечебной водой. Через дыхание кристаллическая структура молекул воды оздоравливает кровь, отчего в лучшую сторону меняется человек. Он становится бодр, оптимистичен. Ну а если сгрустнется, то он станет поэтом, если постарается, конечно, художником, композитором, предлагая оценить такой творческий всплеск, сочиненный мной в январе, песню на лыжне. Гарантированно творческое начало забурлило бы и у вас, если бы вы оказались, как и я, на ледяных просторах Волги, возле Камышина. Благодарю участниц фольклорного коллектива Веринея, Антоновского СДК, помогавших мне в исполнении этой песни. Шапочку надев, взяв во посоха, пойду по воде, акипо суху. Минус января сделал путь сухим, подходи, друзья, отпущу грехи. Облаков, берестой, разожгу костер снегу, ведь я почти святой. Говорите, я запомню, что хотите, все исполню. Впрочем, и на вас святости колечко, так что и о нас замолвите словечко. С чистого листа, чтоб жить сомнения в труху, пройдемся, пробежимся. Акипо суху облаков, берестой, разожгу костер снегу, Быть я почти святой. Говорите, я запомню, что хотите, все исполню. По реке лыжья, словно из ружья, по кристалликам стеклышку литка. Мне везде восход, песня на слуху, прибавляю ход. Акипо суху облаков, берестой, разожгу костер снегу, ведь я почти святой. Говорите, я запомню, что хотите, все исполню. Облаков, берестой, разожгу костер снегу, ведь я почти святой. Говорите, я запомню, что хотите, все исполню.